Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 опыта. Да, процесс набирания опыта, да, и постоянные встряски внутри компании затянули меня, и теперь я вот работаю в компании уже больше 10 лет. Глубоко пустив корни. Интересно очень, прежде чем мы Марине дали слово, вот все-таки компания, но мы знаем прекрасно, что Samsung исторически, original from Южная Корея, да, но вот ты говоришь европейская компания, так Samsung это европейская, трансцензиональная, азиатская, какая культура больше превалирует? Ну, это очень такой тонкий вопрос, да, конечно, оригинальная компания Samsung пришла с корейского полуострова, и менеджмент у нас превалирует корейский, но тем не менее, тем не менее. Глобальная культура такая, наверное, да? Конечно, так как компания является глобальной, у нас постоянно происходит ротация кадров, коллеги, которые поработали в Европе, приходят в другие офисы. А вот из России коллеги ездят куда-то, вот из российского офиса, то есть, конечно, и ты мог куда-нибудь поехать там? Ну, я надеюсь, что у меня еще все впереди, я надеюсь, что мои работодатели это слышат, и они предоставят такую возможность, но де-факто, де-факто, да, у нас, несмотря на то, что гены корейские, компания стала абсолютно международной, но уже лет 10-15 назад это ощущается. Да, Марин, как у тебя сложилось? Откуда, как любовь возникла, с первого взгляда? Любовь возникла в 2004 году, я пришла в компанию в декабре 2004 года, до этого я работала в сфере туризма с Италией, с итальянцами, и я пришла в компанию, защитив диссертацию, я историк по образованию, как раз я зашла. У вас коллеги, я тоже, например, образованию историк. О, отлично, я как раз в мае защитила диссертацию 2004 года, и в декабре пришла в Самсон. Какая тема была? Я занималась культурой повседневности и разночинцами русскими. Ничего себе. Да, как контркультура, и я пришла в компанию, потому что мне хотелось работать, продолжить, я работала с европейскими коллегами, и мне хотелось более чего-то глобального, и я, с другой стороны, мой давний интерес к истории Востока, я в свое время интересовалась восточными различными экономическими процессами, и как это происходило в Японии, как это происходило в Корее. Ну, японское чудо, конечно, и корейское чудо, это вот азиатские львы, да, их называли. Да, это было очень интересно, когда вот я училась в университете, и было здорово. И когда возникла возможность, я увидела, что требуется человек, я подумала, ой, это отлично, это про меня, это все про меня. Правда, требовался мужчина с техническим образованием, но я пришла и сказала, что я хочу, да, и мне в ответ ответили, что мы вас искали три месяца. Слушайте, где же вы были? Где же вы были? Помимо того, что я занимаюсь консалтингом, вот в области менеджмента, я еще достаточно много уделяю внимания карьерному коучингу, и люди не верят в то, что в компании такого уровня, как со мной, можно просто прийти с улицы. Вы яркий пример того, да, вы же проводите собеседование, это по знакомству, ты берешь людей только, родственные связи, по блату или как. То есть, как попасть в Самсунг? Вы знаете, на самом деле, чтобы попасть в Самсунг, нужно соответствовать тем критериям, которые работодатель вам ставит. В первую очередь, это адекватность, когда ты общаешься с человеком, ты пытаешься понять, человек может реагировать на поставленные задачи адекватно. Во вторую очередь, ты смотришь, естественно, профессиональные навыки этого человека, соответствуют они или нет той позиции. Но самое главное, когда ты выбираешь человека, ты пытаешься определить, может ли он что-то принести в компанию Самсунг, и можешь ли ты этого человека... То есть, это взаимное обогащение? Конечно. Потому что, если человек приходит в компанию Самсунг, и у вас начинается тесное сотрудничество, коллаборация такая, Коллаборация, да, коллаборация, да, ты учишь человека, человек что-то учит тебя, становится значительно теснее контакты. Слушай, а язык коммуникации? Русский, английский, корейский? Ну, у нас официальный язык английский для всей документации, да, но, безусловно, в российском офисе мы по-русски. Друзья, что такое Самсунг сегодня? Ну, чтобы нам всем было понятно, для меня это телевизор, телефон, но я так понимаю, это что-то гораздо большее. Ну, я бы сказала, что это гораздо больше, потому что Самсунг – это не только высокие технологии, прекрасная техника, телефоны совершенно суперсовременные, телевизоры, но, опять же, это и РНД-исследование. Буквально недавно мы открыли Московский центр искусственного интеллекта в России, да, их всего пять в мире. А как его посмотреть? Туда можно зайти или это только закрытая какая-то штука? Ну, может быть, чуть-чуть позже мы расскажем о результатах. Ну, экскурсии туда не будет, потому что там люди работают. А, то есть это лаборатория по-настоящему, да? Да, это лаборатория, там четыре различных направления. Вот российский офис будет как раз заниматься своим направлением, который связан с машинным обучением. Таких всего пять центров в Торонто, в Кембридже, в Сеуле и в Силиконовой Долине. И мы как бы российский один из них, один из пяти. Поэтому, то есть, Самсунг – это и технологии, Самсунг – это завод, это производство, совершенно современное автоматизированное производство. Сколько человек работает на заводе, примерно? У нас завод в Калужской области, и там порядка 1200 человек работают. Завод выпускает телевизоры, стиральные машины, мониторы для России, для стран СНГ. Это автоматизированное полностью производство, очень интересные технологии. То есть, он большой, если 1200, и при том, что он полностью автоматизирован, то там, видимо, действительно объемы впечатляющие, да? Да, да. Что еще Самсунг? Самсунг – это отличные различные социальные, культурные проекты, образовательные проекты. Мы поддерживаем, например, юных программистов, мы их обучаем. У нас есть специальная методика, есть проекты «Эти школы Самсунг», где мы учим школьников программирование, и у них это успешно получается. Также у нас есть проект для студентов, который связан с интернетом вещей, и студенты тоже учатся по нашим программам, несколько вузов российских, и в том числе в российских регионах работают с нами. Класс. Ну, Марина говорит абсолютно верно, хотела бы чуть-чуть ее дополнить. И Самсунг – это еще отличный сервис. Самсунг – первоклассный сервис, все верно, спасибо, Марина. Да, если сделать чуть шаг назад и посмотреть, что из себя представляет Самсунг глобально, безусловно, это телевизоры, Роман, как ты правильно отметил, 10 лет подряд Самсунг является крупнейшим в мире производителем телевизоров. Ну вот удивительно, что мы уже не смотрим на Sony, на Panasonic, мы уже сразу смотрим на Samsung. И когда я приходил в 2005 году, тогда еще были сильные такие бренды Sony, Panasonic, Philips, и Самсунг амбициозно говорил, мы будем крупнейшими. Честно сказать, на тот момент у меня был, если не скепсис, капелька сомнений, что это возможно. Но тем не менее, вот Самсунг показывает, что они глобальный номер один производитель телевизоров. Более того, есть еще один интересный момент, который тоже меня очень сильно удивил. Несколько лет назад я посещал Корею, и мы видели завод по производству полупроводников, чипсетов. Тогда, когда Самсунг показывал нам этот завод, он сказал, что у них глобальная цель стать номером один по производству чипов памяти полупроводников. На тот момент это была эпоха Intel, и тогда я тоже сказал, ну, цель, конечно, амбициозная, плохо тот солдат, кто не мечтает стать генералом, но сомнения были, и вот уже, наверное, сколько, фактически год Самсунг опережает Intel по производству полупроводников. Супер, друзья, мы отлично разогрелись, поговорили, я думаю, что у наших слушателей возникло представление о вас, о компании, все очень классно. Мы познакомились с Ренатом Марина, я не помню, ты была на этой церемонии, где мы вручали много-много призов за сервисное обслуживание и за сервис вообще, за кастомер экспириенс на форуме Светлане Жилиной, и мы им все передаем большой привет. Нет, я, к сожалению, не была, но Ренат мне вначале прислал потом фотографии. Да, и я помню, что мне приходилось Рената вызывать много-много раз в разные категории. Давайте поговорим немного о сервисе и о людях, ведь моя программа, я пытаюсь исследовать, как можно сделать так, чтобы люди в компании работали эффективно, через какие внутренние практики, через какие инструменты, ну и, конечно же, сервис с точки зрения того, как основа взаимоотношений с клиентами. Я предлагаю начать с простого. Вы когда-то приходили в компанию, вот как новые сотрудники, я понимаю, что это было много лет назад, но вспомнить, а какие ценности вам показала компания, когда вы в нее пришли? Чтобы вам было легче, давайте, может быть, а какие вы ценности показываете сейчас вновь пришедшим сотрудникам компании, с чего все начинается? Когда я пришел в компанию в 2005 году, у нас был естественный ориентейшн тренинг, где нам рассказывали, что себя представляет корейская культура, компания Samsung, нам называли эти ценности, и ценностью номер один были люди, people. Я тогда посчитал это абсолютно формальностью, ну, надо что-то такое громогласно заявить, пускай будут люди, да, тем более, что я понимал, что на корейском полуострове никаких ресурсов нет, и все за счет чего компания Samsung отбивается, это человек, абсолютно верно. Я посчитал это логичным, но потом, когда я работал на протяжении нескольких лет в компании Samsung, я видел, как выстраиваются взаимоотношения между вышестоящим и нижестоящим, да, там, как происходит принятие решения. Какие основные принципы, например, проповедуешь ты как руководитель в отношении с нижестоящим, вышестоящим руководителями? В первую очередь это индивидуализм, обязательно. Очень часто мнения могут расходиться, но это не значит, что твое мнение, если ты начальник, оно правильное. Нужно дать возможность человеку попробовать себя проявить и пытаться оценить позицию твоего коллеги с разных сторон. Я много бываю в русских компаниях, в российских компаниях, часто езжу по России, выступаю, буквально в Омске был на прошлой неделе. У нас говорят, что у нас не принято выражать свое мнение, отличное мнение руководителя. Или если ты руководитель встретил мнение сотрудника, который открытым в диалоге тебе сказал, я не согласен, потому что это обида, это значит судьба этого сотрудника по сути в компании предрешена. У вас не так? Ну, давайте я не буду кривить душой, если ко мне подойдут и скажут, Петрович, ты не прав, надо вот так вот делать, то такую позицию я вряд ли приму. Но если аргументация будет, критика будет конструктивная. Ринат, я услышал, а вот посмотри с этой стороны, может быть вот так, то есть разумный диалог, когда выискается альтернативная позиция. Абсолютно верно, главное понимать, к чему ты стремишься. Если ты хочешь самовыражаться и самоутвердиться, то ты всегда будешь диктовать свое видение. Если твоя задача сделать так, чтобы твоя команда и компания Samsung добилась какого-то успеха, то нужно оценивать еще и позицию твоих коллег, потому что все-таки в итоге их мнение, если оно корректно, это в том числе и твой успех. Вот смотри, если возьмем фактически твой карьерный трек в Samsung за 13 лет, ведь ты же вырос как руководитель, состоялся как большой топ-менеджер сегодня. Вот какие бы ты привел важнейшие компетенции менеджеров, которые ты приобрел? Менеджерские компетенции, да, они у меня постоянно видоизменялись со временем. Но вот сейчас для меня самое важное, да, это правильно подбирать людей и им помогать. Класс. Вот если у меня это получается, сначала правильно человека обозначить на правильную позицию, потом помогать, то все остальное придет само. Супер. Вот это для меня важно. Марина, вторая ценность, наверное, ты вспомнишь, что первая была люди, какая была вторая? Наверное, я бы сказала здесь технологии, потому что технологии очень важны для Samsung, и мы стараемся сделать их полезными. Все технологично. Многие процессы у нас завязаны с технологиями. А люди имеют право высказать, что вот мы видим, что процесс работает неэффективно. Да, конечно имеют. И вот услышит его кто-то? Конечно имеют, они могут это сказать. Это как политика в компании принята. За счет чего люди чувствуют открытость относительно? Как вам, как топам удается это создать? Ну, я думаю, что у нас все могут сказать и своему руководителю, обсудить в своей команде, какие бы процессы можно было бы оптимизировать, что можно было бы сделать лучше, быстрее. И я бы еще сказала, что Samsung – это скорость, потому что мы быстро меняемся, мы следим… Это третья ценность уже, да? Да, да, это одна из ценностей. Мы следим и за тем, как меняются технологии, мы следим за тем, как меняется рынок, мы следим, как затем меняются люди, поколения, потому что прошло… Вот мы в компании с Ренатом уже более 10 лет, и за 10 лет это совершенно другие люди пришли в компанию. Ну, супер! Вот вы яркий пример того, как компания делает профессионалов. Скажите, если на вас это рожает, значит, и на всех тоже. Вот какие программы с точки зрения вас, формирования как топов, как лидеров приняты в компании? Насколько сегодня компания уделяет этому вниманию вашему развитию, даже если вы сейчас на топовых позициях? Ну, много образовательных различных курсов, проектов у нас специально, у нас проводится… Ну, это опрос, не опрос, но собираются пожелания, кто хотел бы… Вовлеченность, удовлетворенность. Да, кто хотел бы, может быть, какие-то свои навыки повысить, например, кому-то необходим тайм-менеджмент, кому-то необходимы какие-то лидерские качества, и предлагается пройти какие-то курсы, там, ищется коучи. Или, например, мы тоже смотрим, что можно, что какие существуют программы на рынке. Очень интересно будет, я думаю, что мы продолжим, пригласим вашего HR-директора, чтобы он более конкретно рассказал уже о технологиях управления персоналом. Ренат, что ты, интересно, с точки зрения своего развития можешь рассказать? Ну, хочу сказать, что у компании Samsung изначально в HR-е сильные два направления. Это L&D, L&D Development. Как это по-русски? Это отдел обучения, давайте так это назовем. L&D Development. Да, L&D Development, да, там работают очень сильные сотрудники, которые изначально определяют на уровне глав департаментов потребностей и нужды, да, и потом составляют годовой план обучения. Вторая составляющая, которая... А тебя спрашивают об этом, хочешь ли ты учиться, вот когда тебе такой план обучения? У нас очень тесный контакт с руководителем отдела обучения, так же, как и у всех руководителей компании Samsung, потому что задача постоянно подтягивать своих сотрудников, понимать, что вот исходя из изменяющихся реалий, нужно дать больше знаний, связанных с диджитализацией, да, или подкрепить еще раз какими-то тренингами вопрос, связанный с коммуникациями, с продажами, да, вот это все в отделе продаж оценивается. Класс. Английский, PowerPoint, Excel, Access, все это преподается на постоянной основе. Вторая составляющая, которая, считаю, тоже важна выделить в компании Samsung, это Talent Management. То есть взращивание и поиск талантов, да? Абсолютно верно. Взращивание и поиск талантов внутри компании. То есть у нас идет контакт с HR, где мы определяем людей, да, вот потенциальных лидеров, там, человеку, допустим, 25-27 лет, но ты как руководитель видишь, у него уже большой потенциал. И ты понимаешь, что вот этому человеку было бы неплохо там подучить чуть-чуть управление людьми, ресурс-менеджмент, да, или там soft skills, ему предоставить курс обучения. Вы это все прорабатываете в рамках той же программы обучения, но вот уже сквозь призму талант-менеджмента. Там определяются люди, которые являются, ну вот, ключевыми, core people. И ты понимаешь, что вот уход этого человека будет еще более болезненный, чем уход любого другого сотрудника. Значит, таких людей нужно стараться удержать, нужно понять, что этим людям не хватает. Все это происходит в рамках коммуникации. А вот core people, да, такие ключевые сотрудники, и как сейчас достаточно модно в тенденции, high potential, high poor персонал, это одно и то же, или это разное в твоем восприятии? High potential – это человек, который может в перспективе добиться больших результатов. Это вот такие звездочки. Восходящие. Да, а core people – это уже разошедшие, да? Core people – это, да, вот если вспомнить матрицу Bostle Consulting Group, BCG матрицу, да, там есть такое мнение, как дуяные коровы. Да, они где-то вот тут вот в верхнем правом. Верхнем правом – это звездочки, а вот в нижнем правом, да. Они потом к собакам уже двигаются, да? Вот их нельзя допускать двигаться к собакам. Это те люди, которые уже сейчас… Менеджеры разговаривают с вами. Да, да, да. Результат, да, их нужно удерживать, холить или леять, целовать лобик и говорить, что они просто красавцы. Есть какая-то звезда, что я, там, core people Samsung, или что-то, какой-то отличительный знак. Вот он идёт по офису, о, вот он, one of core. Да его просто все знают. А сколько вот, ну, на московскую, ну, я не знаю, на московский офис, да, можно говорить, или там, сколько таких вот на офис России и СНГ таких core people? Мне кажется, этот вопрос лучше обсуждать сейчас. Ну, примерно, там, 100-200. Практика показывает, что это где-то порядка 10%, да, возможно. И если наш офис, это свыше 1000 человек, да, то это… Ну, сотни наберётся, золотая сотня, да? Да. Окей. Такие люди есть. А ещё, вот Ренат не сказал, но мне хотелось бы это проговорить. Очень интересные обучающие программы есть именно в сервисном подразделении, потому что… Я думаю, что мы сейчас как раз к сервису подойдём, ты нам, пожалуйста, напомни. Ну, и, собственно говоря, вот Марина нас взяла вот так вот за нос и погруднула к сервису. Ты директор сервисного департамента Samsung. Скажи, пожалуйста, вот что такое сегодня в представлении транснациональной компании «Сервис»? Миссия сервиса заключается в том, чтобы сохранять лояльность клиентов, несмотря на сложности, которые клиентам могли возникнуть от эксплуатации аппарата, и решать все проблемы, которые его расстраивают. То есть мы должны в первую очередь устранить фактор недовольства, во вторую очередь сохранить или даже преувеличить лояльность к бренду. То есть это то, что делает сервис, в нашем понимании. Если раньше, в 90-х, в начале нулевых, сервис это фактически был… В прямом смысле – сервис-центр Samsung. Если раньше сервис был – это ремонт техники, то сейчас это решение проблем клиентов. Вот мы к этому подходим потихонечку. Ну вот я на самом деле, вот вы пока мне не сказали, что сервис – это ремонт, у меня как-то в голове забылся вот этот вот ассоциативный ряд. Но мне бы хотелось вот ещё услышать. Сервис по отношению к клиенту внутреннему и внешнему, да? Вот всё, что я слышу, это пока только про внешнего клиента. А что по отношению сервисного отношения к внутреннему клиенту, Марин? А кто у нас внутренний клиент? Коллеги? Это мы. Сотрудники? Это мы. Да. Какая вот у тебя стратегия в отношении этого? Если мы говорим про внутренних клиентов, это сотрудники, подразделения. С кем мы работаем, да? По отношению к ним я стараюсь проявлять эмпатию. То есть стараюсь их услышать, понять, чем продиктовано их поведение и по возможности, если компания позволяет мне это с точки зрения ресурсов или политики, удовлетворить их пожелания. Ну вот мы и коснулись темы нашей программы. Давай, почему ты выбрал тему именно эффективность управления людьми через эмпатию? Эмпатия – это сопереживание, да? Это понимание позиции клиента, внешнего или внутреннего. И без эмпатии ты никогда не сможешь достичь эффективности в переговорах. Когда ты понимаешь, чем продиктована позиция твоего клиента, а это и есть эмпатия, то тогда ты сможешь быстрее добиться… И на совещаниях, и взаимоотношениях с внешними клиентами. А как научиться этому? Как взять, я эмпатичен или ты антиэмпатичен? Как ты в себе нашел этот инструмент и начал его прокачивать? Ну, само понятие эмпатия – это относительно свежее слово, оно появилось в начале 20-го века, и до середины 20-го века оно использовалось в основном в психологии. Ну да, или даже в психиатрии, вполне возможно, да? Ну, я-то глубоко не копался, я надеюсь, и не буду. Потом, в 70-х годах, да, это слово пришло в HR, то есть HR впервые стал понимать, что нужно оценивать все нужды своих сотрудников, да, то есть внутренних клиентов. После HR этот тренд, этот инструмент пошел в технологию продаж. Абсолютно верно. Сейчас, в 21-м веке, эмпатия поголовно присутствует уже в маркетинге. Буквально вчера, я вам говорю, что был модератором сессии «Вовлеченность и лояльность людей», Алексей Кирсенко, HR-директор «Панафта», официальный дилер «Мерседес-Бенц» в России, говорил, что наш бизнес – это эмоции, наш сервис – это эмоции, а эмоции – это эмпатия. Правильно получается? Вот здесь мост такой. Абсолютно верно. Бизнес – это эмоции, эмоции – это эмпатия, а эмпатичный, довольный клиент – это ресурс, который позволяет зарабатывать больше денег. Вот и все, вот цепочка. Теперь вот эта… Деньги, эмпатия, деньги. Деньги, эмпатия, деньги. Теперь вот эта стратегия, смотрите, получается, что она очень классно линкуется с точки зрения вообще ценности – это человек, его взаимоотношения внутри команды, человек, с точки зрения взаимоотношений его с клиентами, с акционерами, с коллегами, с любыми другими контактирующими сторонами. Ведь любой человек, по сути, работающий в Samsung, общаясь с любым другим человеком, представляет Samsung, верно? То есть, неважно, даже в деловой жизни, не в деловой. Поэтому вот как им в голову положить, взять вот эту эмпатию, открыть коробочку, ты мне рассказал про прекрасную машинку, забыл носок туда положить, открыл лючок, положил эмпатию, закрыл лючок, включил, она все продолжила стирать. Ну, сейчас у нас произошел скрытый product placement стиралки в Samsung, спасибо большое. Касательно того, как культивируют эмпатию. Мы занимаемся этим много-много лет, и причина этому очень прикладная. Ежегодно мы в сервисе проводим исследование удовлетворенности клиентов нашим сервисам. Какими инструментами? Исследование называется CSI, Samsung Custom Satisfaction Index. Инструмент является опрос. Это довольно такой емкий опросник, который по времени занимает 15 минут. Это всех клиентов или выборка? Это идет выборком. Для нас она абсолютно закрыта. То есть, вы не знаете, кто отвечает? Мы не знаем, кто отвечает. Исследование проводит штаб-квартиру напрямую. Нанимает какую-то компанию? Они нанимают компанию, и эта компания общается с клиентами, минуя нас. А нам в конце года дают результаты, кладут их на стол. Почему? Потому что есть операционные показатели, но операционные показатели не всегда могут отображать суть ситуации. То есть, количественные и качественные, по сути, да? Да, абсолютно верно. Штаб-квартира делает срез не только по нашему операционному показателю. Она смотрит на ситуацию на рынке в целом. Наши показатели могут улучшаться, а рынок может развиваться еще быстрее. Мы будем отставать от этого рынка. Поэтому в рамках ежегодного исследования штаб-квартира оценивает уровень сервиса. По каждому подразделению, глобально. Там оценивается скорость предоставления услуги, качество предоставления услуги и, внимание, эмпатия. И если на... С какого года появилась там такая эмпатия? Эмпатию стали активно замерять, по-моему, с 2011 года. И что мы увидели? Мы увидели, что если по скорости, по качеству оказания услуги, да, там ситуация более-менее прозрачная, и мы можем на нее напрямую влиять, да, там заплатил больше денег, услуга стала быстрее, да, там нанял более профессионального инженера, и услуга стала более качественной. На эмпатию напрямую так повлиять невозможно. И в рамках этого исследования выявилось, что эмпатия в России не только самый слабый показатель, он очень сильно отставал от среднеотраслевого по Самсунгу по всему миру. То есть для нас это было такой точкой приложения всех наших усилий. И вот начиная с 2011, с 2012, 2012 года точно, мы стали работать над тем, как культивировать эмпатию. Мы сделали большое количество разных подходов, да, там упражнений, как это говорят, там привлекали разных тренеров для того, чтобы поднять эмпатию. Я говорю сейчас подъем эмпатии у наших партнеров, сервисных центров, которые коммуницируют с конечными потребителями. Мы нанимали профессиональных тренеров из бизнес-фкол, которые давали теоретические составляющие. Потом у нас был замечательный тренер, который преподавал науки актерского мастерства. Это тоже важно в коммуникациях. Потом у нас был собственный бизнес-тренер, молодой, очень эмпатичный человек, харизматичный. Но эмпатия очень быстро сжигает людей, если ты это пропускаешь через сердце. Сейчас мы нашли некий баланс. Мы нашли некий баланс. У нас есть профессиональный тренер, который мы взяли из авиаиндустрии. Мы работаем с нашими партнерами. Помимо того, что мы пытались найти подход с точки зрения преподавания эмпатии, мы еще и работали с нашими партнерами. Потому что если мы стали понимать важность эмпатии с 2011 года, когда мы стали видеть эти результаты, то наши партнеры поняли, что эмпатия важна значительно позже. Почему? Потому что очень тяжело привязать уровень эмпатии к кассе, к дневной выручке. Кстати, вот у меня сразу вопрос. А у вас, как у топ-менеджеров, есть какой-то зашитый косвенный или прямой KPI, связанный с эмпатичностью или с сервисом, или только количественные показатели? У меня, как у руководителя сервиса, есть показатель, который напрямую оценивает индекс клиентской удовлетворенности. Само собой, эмпатия включена. А индекс клиентской удовлетворенности, естественно, включает в себя эмпатию. Я бы хотел сказать, что эмпатия – это такой очень каверзный показатель. Потому что есть эмпатия как прямое влияние на индекс сервиса, когда клиент оценивает, насколько мы улыбнулись. А также эмпатию имеет некое косвенное влияние. То есть, что я имею в виду? Если клиенту оказали услугу быстро и качественно, и улыбнулись, то клиент поставит по первому-второму параметру максимальную оценку, ну и по третьему максимуму. Если же клиенту оказали услугу быстро и качественно, но при этом возник некий недопонимание, легкий конфликт на этапе, когда клиент принимает эту услугу, то клиент занижает не только параметры эмпатии, но и все остальные. И это сразу бьет рикошетом очень сильно по всем нашим параметрам. И поэтому у нас ушло несколько лет, чтобы объяснить нашим партнерам, что экономить на коммуникациях с клиентом не нужно. Нужно уметь общаться с клиентом на его языке. Если раньше многие наши партнеры были, я бы сказал, некими ремесленниками, у которых, знаете, золотые руки, но язык, я бы не хотел... Из другого места. Да, спасибо большое. Нет у них гибкости в речевом аппарате, много костей там. Просто у них были другие задачи. Они решали проблему с техникой, за что мы планируем. Сломалось, починили. И клиенты всегда ставили низкие оценки. Они говорили, вот инженер плохой, и сервис плохой, да и Samsung тоже непонятно что. Он со мной не разговаривает. Да, абсолютно верно. Samsung не разговаривает? Нет, мастер, что он там делает? И потом, когда мы стали коммуницировать с нашими партнерами, объяснять, друзья, нужно сначала решить проблему клиента, понять, что он хочет, а вот решение технической составляющей, это важное, безусловно, но не единственное, чего нужно допиваться в рамках обслуживания клиентов. Вот в течение двух-трех лет, с 2011 года, мы работали с нашими партнерами. Партнеры стали понимать, почему это важно. Потому что, вы знаете, когда происходит некая инновация, сначала идет отрицание. Конечно, change management классический. Да, нам всегда говорили, вы знаете, у нас низкая эмпатия, потому что на Кавказе самые горячие клиенты. У нас низкий уровень показателей, потому что клиенты неадекваты. Или то же самое нам говорили на Северо-Западе. У нас все клиенты перемороженные, они никогда высокий уровень эмпатии. В Якутии холодно, да, невозможно. Да, да, но вот потом постепенно они стали понимать, что субъективные оценки клиентов, они на самом деле отображают некую объективность сервисному обслуживанию. И вот когда руководители бизнеса это услышали, они повернулись к нам лицом, они увидели те инструменты, которые мы пытаемся впихнуть со всех сторон, по-хорошему и по-плохому, но как только они сами стали это понимать. Абсолютно верно, да. Когда они подошли к этому уровню, тогда у нас процесс пошел. Мы им стали давать инструментарии, они стали внедрять различные инструменты, я потом могу рассказать, какие у себя в сервисе. И это сразу стало давать показатели положительные, результативность. То есть клиенты стали ставить более высокую оценку. У нас у Самсунга самый высокий уровень сервисной тональности в Digital Media. То есть клиенты хвалят наш сервис. А что это дает? Это дает дополнительные потоки. Это дает дополнительные клиентские потоки. Вы видите, что происходит вообще в мире? С точки зрения, ты, Ренат, сказал, что ты видишь, если рынок растет, а вы, допустим, ваши показатели, а с точки зрения эмпатии, наш российский офис, он на каком уровне в мировом Самсунге? В прошлом году у нас был значительный тренд, улучшение этого показателя. Пока мы не вошли в топ-3. А кто в топ-3? В топ-3 у нас в первую очередь попадает Юго-Восточная Азия, сама Корея. Сама Корея, конечно. Мне кажется, это особая традиция. Я тоже так думаю. Никому нет. Это совершенно другая культура. И еще там есть Сингапур. И из европейских стран там очень сильна, если я не ошибаюсь, это Бенилюкс, страна Бенилюкс. Мне кажется, там в принципе все хорошо. Знаете, да. Там и страна маленькая, и культура сервиса давно присутствует. И культура в целом страны как бы присутствует. И другая совершенно позиция, вот эти маленькие разговоры, и small talks, и так далее, и так далее. Опять же, возвращаясь ко вчерашней дискуссии, мы сравнивали, в чем разница в подходе обучения сервису западных компаний и российских компаний. Мы выявили, что именно человек, сам по себе человек, стоит во главе угла сервиса. Это лояльный сотрудник-лояльный клиент. То есть, если мы не сможем сделать компанию лояльным сотрудником, вовлечь его в то дело, в котором живет компания, ожидать от него какого-то лояльного сервиса или от того, что после него клиенты станут лояльны, невозможно. Поэтому я считаю, что чем больше западных правильных технологий, инструментов будет у нас действием, в целом ситуация сервиса будет выравниваться. Сколько по времени занимает процесс примерного обучения эмпатии, из каких этапов он может состоять? Ну, это на самом деле не вендинг-стори. Смотрите, для того чтобы… мы сейчас в рамках эмпатии работаем по следующим этапам. В первую очередь это базовая сертификация. Мы предоставляем онлайн-тренинг, даем необходимые скрипты, там несколько тренингов, человек должен их освоить, послушать тренинг и сдать сертификацию. То есть мы предоставляем некие базовые знания. Затем следующий этап – это уже face-to-face тренинг, касается крупных городов в первую очередь, где мы проводим однодневный или даже двухдневный тренинг по запросу наших партнеров, и мы моделируем негативные ситуации. Отрабатываем такие самые сложные моменты. Первый и второй этап – это на самом деле предоставление неких инструментов. Но самое главное – это чтобы люди стали использовать это на практике. Потому что очень долго мы сталкивались с тем, что мы людей обучаем, мы предоставляем правильные скрипты, тесты сдаются шикарно, люди понимают, что это такое, но они это не используют. Почему? В первую очередь, отсутствие понимания необходимости в этом инструменте со стороны руководства, что влечет за собой отсутствие мотивации на этот показатель. И когда собственные бизнесы говорят, слушай, Петя, ты эмпатию подними, давай говори правильные скрипты, человек, даже если будет произносить правильные скрипты… Человек будет чувствовать сразу, что это неискреннее. Абсолютно верно, потому что ВКонтакте самое важное не только следование скриптам, но еще и пара вербалика, невербалика. А вот это все можно делать только тогда, когда сам сотрудник в это верит, когда для него это важно. Я уверен, что вы знаете такого человека, как Джон Шоу, с точки зрения, он был здесь в «Наэй-студии», я с ним дружу, и вот у него база… Белая зависть. Могу поделиться хорошим в смысле слова. Вот у него фундаментальные… я присутствовал при его презентации, его продуктов. Он считает, что так, чтобы построить сервис компании, нужно минимум три года, потому что одноразовые тренинги не работают, а не всплеск, а потом падение, и нужно постоянно поддерживать эту пилу падения интереса к каким-то новым программам. И первая, фундаментальная, базовая программа, которая, он говорит, должна пройти от генерального директора до уборщицы, называется «Отношения». Суть программы очень простая. Два типа коммуникаций. Позитивные коммуникации и негативные коммуникации. И раскрывается все это. Так вот, мне поразила одна из идей, что человек чувствует, как на самом деле к нему относятся, буквально через 15 секунд улыбается ему или не улыбается другой человек. Удивительная вещь. И он улыбнется в ответ. Да, если искренняя коммуникация ему улыбнуется, он тоже улыбнется, а если не искренняя коммуникация, он через 15 минут поймёт, что ему здесь некомфортно, и он начнёт испытывать дискомфорт, негатив. А когда ты испытываешь негативное, твое желание побыстрее оттуда сбежать. Да, абсолютно верно. В рамках эмпатии мы делим обучение на две составляющие. Функциональную эмоциональную эмпатию. Функциональная эмпатия – это правильные скрипты, какие-то действия, которые сотрудник должен сделать в рамках сервиса по отношению к клиентам. Это функциональная эмпатия. И она проще критивируется, потому что предоставить скрипт и сказать, вот эти фразы не может говорить, а вот эту фразу не может говорить, люди быстро воспринимают. И вторая составляющая – это эмоциональная эмпатия. Скажи пару слов о паравербалике. Это новый для меня термин. Когда идет коммуникация между двумя людьми, эта коммуникация состоит из трех слоев. Слой номер один – это непосредственно текст, который ты доносишь до человека. Я тебя люблю. А вот в рамках общения между людьми сам текст имеет вес где-то порядка 10%. Текст 10, окей. Следующая составляющая – это паравербалика. Это уже интонация. А, интонация голоса. Интонация, как ты произносишь это. Именно про голос только сейчас. Мы говорим в первую очередь про голос. Голос. Это сколько уже процентов? Голос, тембр – это где-то порядка 30%. Ого, в три раза больше. И самое главное – это невербалика. 70 остается. 60. Да, 60. Даже там в других исследованиях 57 было невербалика. Ну, я не могу быть таким. Точно, Марин, как ты? Исследования меняются, да. Коллеги, я вас предупреждал, что время эфира пролетит незаметно. Осталось 4 минуты. Что, вот смотрите, я всегда стараюсь своих спикеров, даже вот в таких огромных транснациональных компаниях, приземлиться. Нас смотрят по всей стране предприниматели с разных городов, с небольших. У него там компания может быть 20-30 человек. Он сам генеральный директор, сам собственник. Но он тоже хочет вот этой эмпатии. Ребята, давайте дадим какой-нибудь простой шаг, с чего начать, чтобы это зашло и попробовать внедрить этот человек мог. Дай вот какие-нибудь там первые 3-4 шага. Что нужно сделать в любой компании, чтобы появилась эмпатия в отношениях внутренних и внешних клиентов? На самом деле тут все довольно просто. Если человек хочет, чтобы в компании был высокий уровень эмпатии, а что такое эмпатия? Это производная от производственной среды внутри компании. Возвращаемся опять к корпоративной культуре, которая пронизывает все. Абсолютно верно. Если ты хочешь, чтобы у тебя был высокий уровень эмпатии, в твоем понимании эмпатия – это приветствие, улыбка, выслушивание клиентов. Значит, будь добр, пожалуйста, сам демонстрируй это к своим клиентам. То есть, если ты со своими подчиненными никогда не здороваешься, никакой эмпатии быть не можешь. Абсолютно верно. Если ты собственник бизнеса, хочешь, чтобы твой сотрудник Вася относился к клиенту Пети, положительно, будь добр относиться также к своему сотруднику Вася. Супер. И все как просто оказывается. Я вот последние несколько секунд скажу, а вам-то самим легко было стать такими эмпатичными? Марина, может, у тебя от природы просто такой талант? Я не знаю, эмпатична ли я. Конечно, вот с первой секунды, да. Правда? Да, Ринат, а ты? Я сейчас просто подумал, наверное, даже не все сотрудники в моем подразделении оценят меня как эмпатичного человека, чтобы розовые очки снять. Но на самом деле, опять-таки, если ты хочешь, чтобы с тобой поступали хорошо, поступай так же с окружающими. Поступай с именно так. Абсолютно верно. Ничего сложного в этом нет. Главное это делать. Не просто помнить произносить, а делать это самостоятельно. И если это люди видят, они это ценят, и они будут тебе отвечать за именностью. И нужно любить то, что ты делаешь. Друзья. Испытывать от этого эфири. Да, вот вы знаете, я получаю истинное удовольствие от таких эфиров, когда вы, спикеры, несёте в себе вот эту любовь к своему делу, вовлечённость, я вижу, колоссальную лояльность, а самое главное – желание делиться тем, что вы делаете. Ведь в чём ещё прелесть наших эфиров? Тем, что, казалось бы, да, ну как можно узнать, что происходит в Самсунге, да, ну какие-то официальные статьи, что-то ещё. Или в других таких же замечательных российских и зарубежных компаниях. Чем больше мы открываем двери, тем больше мы делимся различными инструментами, наработками, тем самым бизнес-сообщество, вообще среда в России будет меняться. Мне кажется, всё это способствует тому, чтобы мы с вами, делая вокруг себя какой-то правильные дела в радиусе одного метра, решали и делали нашу страну лучше. Спасибо вам огромное за прекрасный, очень интересный эфир. Последний, финальный вопрос. Какими способами вы у себя прокачиваете эту эмпатию? Читаете книги, смотрите видео, общаетесь друг с другом. Буквально секрет своего личного эмпатического успеха. Я в своё время читал несколько книг, связанных с эмпатией, там начинают уже Джон Шоу, там можно и что-то более лёгкое, типа Симео Ильсона, клиенты на всю жизнь. Книг на самом деле очень много. Самый действенный для меня инструментом был по прокачке эмпатии недавно, я просто спускался и работал рядовым сотрудником в коммуникации с конечными потребителями. Когда я поработал несколько дней в таком формате, я понял, сколько ненужного, лишнего, я пытаюсь, извиня изображение, навялить своим партнёрам, потому что сидя у себя в описе, я считаю это необходимым. А когда ты спускаешься на землю, ты видишь, что это совсем не так. Поэтому нужно не отрываться от реальности, абсолютно верно. И плотно общаться с своими сотрудниками, слышать, что они говорят. Марина, последние секунды. А я улыбаюсь, мне улыбается ответ. Уважаемые друзья, коллеги, мы завершаем сессию 2018 года, первую, и уходим на летние каникулы, вернёмся к вам в сентябре. И вот Ренат Нигматуллин, сервис-директор фактически Samsung, сказал фразу, которую чуть-чуть раньше тебя сказал знаменитый автор стартапов «Силикон долины» Боб Дорф. Хотите реально понять, в чём боль ваших клиентов, поднимайте свою задницу, выходите из офиса и идите, работайте с клиентами. Никогда вы не узнаете ничего лучше, а тем более, если вы собственник, директор, вы хотите сделать, чтобы у вас там в офисе было классно. Как же вы, не зная того, что происходит в полях, не делать, идите, спросите, а потом вернитесь и научите своих людей. Спасибо вам прекрасно за эфир, до встречи. Спасибо вам, удачи всем. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!